Так, ну что, продолжаем Продолжаем нашу трансляцию Наконец-то все игроки на месте Наконец-то Игра моей мечты начнется Это вторая игра на сегодня НАТО СВИНСЕР против ВИФОРД Украинская команда против Российской В чат, ребят, вернусь после игры Я запомнил все ваши интересные вопросы И надеюсь, что все будет классно Надеюсь, что мы доживем До нашей второй игры До нашей третьей игры, конечно же Что, лайф, лайф и три старты Наконец-то К Найф Раунд Как-то я не по-английски сказал Найф Раунд, да, конечно же Буковка К не читается Еще один рестарт Найф Раунд Наконец-то Вроде все готовые Килл почему-то у нас Террористов висит Но, видимо, он Контролит Найф Раунд Так ВИФОРД как-то расправляется С НАТУ СВИНСЕР Пока что Да, смотрите Остается последний Старикс Члениксы его все покинули И НАТУ СВИНСЕР проигрывает Опять ножи Тут опять вторую карту подряд Естественно ВИФОРД пишет Стэй Единственное, мы опять видим Инферно Как-то уже немножко Подустал я от Инферно Ну что ж поделать Карта любимая многими командами Карта Хорошая Балансная Самая балансная Карта, наверное Из всех И мы начинаем Практически начинаем Почему? Потому что, ну Кила с бомбой Стоит за террористов Что-то не то Что-то тут не то Да, это вармап Конечно же Это еще не игра Пока только сыграны Были ножи Отпишитесь пока В чате Как по качеству картинки Нет ли лагов У вас Надеюсь, что нет У меня вот за Три часа трансляции Двадцать девять Кадров Только пропало Куда-то Из двухсот пятидесяти тысяч Я думаю, что это не страшно Так Надеюсь, что Картинка в порядке По крайней мере Все четко Отлично Ну, если у кого-то лагает Это ваш Великий и могучий Русский интернет До европейской части Земного шара Сыграли ножи И опять куда-то Все упало Опять куда-то Все ушло Опять какие-то Задержки Опять какие-то Вармап Может кто-то уснул там Не знаю Нет, смотрите Кила перешел За спектакторов И Рестарты Или нет Или да Или нет Или да Или нет Лайф он три Рестарт Все Рестарт номер два Рестарт номер три Ура Товарищи Я уж даже Вскочил просто Со стола Со стула От радости Что увижу Наконец-то вторую игру На сегодня Вифорд Против НАТО Свинсера Пистолетный раунд Составы команд НАТО Свинсера Даниил Тисленко Зевс Иван Сухарев Эдвард Сергей Щук Старикс Егор Маркелов Маркелов И Арсений Треноженко Он же Есенин Так У нас тут какие-то Замуты От НАТО Свинсера У Ямы Я думаю Что я успею Продиктовать вам Состав команды Вифорд Денис Костин Сейзет Николай Кирпичев МНР Мунер Он же Колб Иногда Антон Коресников Кибакин Борис Литвиков Вати Кирилл Балачевцев Делмик Вот они Колесников Вот так вот Хорошо Справился Быстрая Перетяжка Под Б-плант Идет Сейзет Денису Костину Сейчас предстоит Отбиваться Одному против Пятерых Очень-очень Неудачно Денис Расстрелял Все свои Патроны Пытался Зарезать Спину Это у нас Марик Был В спине В спине У Сейзета Здесь Мунер Ворвался Дает Один Минус Так Шленники Разбираются С оппонентами Делмик Приходит На помощь Бомба Стоит Два В три Так Делмик Еще Делмик Минус Три Делмик Один В один Делмик Минус Четыре Да Окей Кирилл Балачевцев Смотрите Что делает Этот игрок Он должен Успеть Да Успевает Диффузит В итоге Семь Очков Да Зарабатывает Кирилл В первом Раунде Самое главное Что он Зарабатывает Первое Победное Очков Для команды В целом Фух Да Жесткий Раунд Очень Жесткий Раунд Прям Отбить Плент Б При том Что Денис У нас С Костем Немножко Протыкал Мягко Сказать И смотрите Нато Свинс Берут Бай Берут Бай И не Срабатывают Бай Да Тут Вати Мнерки Баки Все Отметились Кроме Да Даже Сейз Один Фраг Сделал 2-0 Совсем Не сыграл Закупка У Рожденных Побеждать И теперь Они вынуждены Делать Фул Эко Раунд А то и 2 Посмотрим Я думаю Что даже 2 Эко Придется Сделать Командец Украины Так Ну здесь Никаких шансов На плент Бомбы Нету У меня Кивы Висит В террористах Вот это Плохо Так Кубакин Минус Мнер Минус Ну и Что остается Так Есенин С Девсом Оставались Тяжело Конечно Вот так С этими Смурфами С этими Непонятными Члениксами Вспоминать Какой же Из члениксов Кто Я знаю Что Просто Членикс Это Сеня Литовый Членикс Это У нас Эдвард Ну и Который Членикс Версия 0.1 Это У нас Маркелов Ну а Смайлик Это Зевс Переименую Их Отлично Как я Вам их Переименую У меня К сожалению Нету Года Мода Не Всевышний Чтобы Менять Никнеймы На расстоянии Как там Сменю Никнейм По фотографии Между делом У нас Закупка Нато Свинсеры 5 Калашей Эдвард У нас Уже Где-то Там Получил 40% У него Осталось Так Ну и что Дефолт Нато Свинсер Дефолт Как я их Называю Олимпийские Кольца Они так В пятером Стоят Как Олимпийский Символ Подсадили У нас Эдварда Опять В люльку Сейчас Посмотрим На Ватти Который С ним Должен Встретиться Так Будет ли Встреча Да Встреча Состоялась На Эльбе Неудачная Поймали С гранатой В руках Ватти Зевс Забирает Зевса Где-то Казалось бы Хорошая флешка Да Делмика Но Флешка Запоздала Ну и что Кебакин В библиотеке МНР Проходит По центру Неужели Будут Пытаться Тащить Мунер 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 Не перестреливает Зевса Остается Кеба Антон Колесников Да И Зевс Минус Кебакин Это 3-1 Сейчас я попробую Сделать Ретрай Потому что Меня очень Сильно Раздражает Наличие Кила Из-за Террористов Почему-то Хотя Его нету Там Но ЛТВ Упорно Мне показывает Шестого Игрока Так Скинбакин Что такое Карта Вот это Будет Интересно Посмотрим Смогут ли Вифорд Потащить Натус Винсера Онлайн Страшный И ужасный Онлайн Причем По пингу Посмотрите Что происходит По пингу 26 Средний Пинк У игроков Натус Винсера 7 Средний Пинк У игроков Вифорд В принципе Пинк Играбель Для обеих Команд Но разница Есть Разница Есть Она Заметна И Тут Преимущество Небольшое Но преимущество Делмик Сейчас Опять Встретится С Эдвардом Смотрим Вот он Эдвард Есть Эдвард Нет Эдварда Есть Эдвард Нет Эдварда И Так По-моему Делмик Дал своему По башке Но Не страшно Давайте Потерпим Врывается У нас Есенин Есенин Отлично Два фрага Делай Один Хэтшотом Тут Сейз Прикрыл Старикс Остается Один в три Старикс Ну Нет Это неверущийся Раунд 36 ХП Игроки Вроде Заняли Позиции Все Грамотно Да Все Смотрят Правда Вот как Сейчас Не попали Старикс Не особо Понятно Старикс Бомбу Взять Сможет Лим взять Бомбу Вопрос Нет Бомбу Взять Даже Не сможет 5-1 И Вифорд Вифорд Отрываются Отрываются Вперед Почему Потому что Денег нет Нато Свинцер Без Денег Счет Подвисает 6-1 В карте Хотя Вот 7-0 По-моему Да Нато Свинцеры Проигрывали Москл 5 Также Да В защите 7-0 Летели 7-1 Летели Да И в итоге 8-7 Выиграли С нато Свинцеры Расслабляться Нельзя Не на секунду Это Такая Команда Которая Просто Не знает Что такое Счет Они не смотрят Какой счет Там Мы проигрываем Выигрываем У них Либо получается Либо нет Чаще всего Получается Тем более Деглы Деглы Правда Только Вот Двух Членниксов Это у нас Маркелф Эдвард Так Старикс Где-то Нашли Мне хочется Посмотреть Все-таки За Мариком Марик у нас С деглом Опасен Так же Как и Эдвард Где Эдвард Я не могу Понять А Они тут вдвоем Вот так Была двойная Подсадочка Марик вышел Подал в голову У Эдварда Не получилось 6-1 6-1 Два девайса Сжали В принципе Хороший розыгрыш Двух деглов Забрать Два кольта Все неплохо Все очень даже Неплохо Нет На самом деле Парни идут К победе Парни из Рефорд Я естественно Не имею ввиду Еще раз повторюсь Что я буду Очень рад Если у нас На Российской КС-сцене Появится Полноценная Третья Про КС-команда Тут отлично Видели Моменталочка Прилетела С люльки Делмику Делмик Попытался Прострелить Так Пропустил я Весь экшен К сожалению Но Да Пролагал еще Клтв МНР Вытащил Ну вот смотрите Как хорошо Сейчас сыграли Сделали Поджим Вифорд Обратите внимание Что человек Прошел Под люльку Дал Моменталку На винт Тут же Прилетела Еще одна Моменталка С центра На второй Мидл Этот же человек Выпрыгивает С люльки Делает Два минуса Под моменталку Выходит вся Экс ковров Делает минус И в принципе Раунд выигран То есть в принципе Нужно два человека Чтобы полностью Слепить команду Противника Тут Размен не в пользу Защиты Делмика 10 хп Но Делмик Успевает еще Забрать одного Игрока Да Вот сейчас бы ему Уйти бы Успеть Малые пески Но Да Это конечно Тяжело МНР Отлично Минус один Да Члениксы потащили Члениксы потащили 7-2 Все-таки С нами Вот такие раунды Конечно Надо уметь играть Быстро Без каких-либо Холдов Без всего Молниеносно Молниеносно Игроки Принимают решения Молниеносно Меняют Какие-то Направления Атак Это круто Вот так играть Но У Вифорд Вроде как Игроки все Молодые Да Да ранние Но Опыта Им не занимать Ребята поиграли Очень Очень много Выступали На многих турнирах Один только Кебакин Да Вроде как Виртус Проба Самый неопытный А здесь Получается Самый опытный Так Ну что Вифорд Денег нету Решили Они сделать Отдачку Забрали Забрали Есенина О Тут еще Эдварду Как по голове Попали Хорошо Маркелов Простите Это у нас Маркелов Версия 0.1 Это Маркелов Так Версия Получает МНР МНР Просто Шикарнейший Хэдшот Сдегла МНР у нас Наверное Главный В России Известный Онлайнер Николай Николай Кирпичев Известен Своим умением Раздавать Онлайнер Так Так И что у нас У нас 7-3 Все равно Все равно Какая-то Совсем Счет Не по названию Команд 7-3 В пользу Наверное Против форта Ожидаем Так Мне подсказывает Что лид пацан Это Сеня Ну хорошо Будем Будем называть Лид пацана Сеней Но На самом деле Это конечно Бессовестно По отношению Ко мне Со стороны Игроков НАТО Свинсера Ну как Как вам не стыд Ребята Так Ну вот Есений Тут врывается На ребра Слепой Делмик Забирает Делмику Еще кого-нибудь Делмик Успел забрать Маркелова Сыз Просто Прикрывает Зевса И Опять Раунд Я не знаю Как Так Так Но Вифорд Берут Восьмой Раунд Я не могу Сказать Что Прям Вифорд Перестреливают Нет Вифорд Не перестреливают Вифорд Просто Гениально Друг друга Прикрывают Размен 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 Знаете Как В шахматах Пешки Когда двигаешь Друг друга Начинают Есть По очереди Но Просто В какой-то Момент Вифорд Получается Что Один человек Избирает Не одного Двоих Просто Удачно Зайдя В спину В бок Тактически Переигрывают Вифорд Сейчас Над Свинцера Ну Или Над Свинцера Просто Не мотивированы Или Там Не знаю Музыку Сидят Слушают Болтают Вряд ли Конечно Турнир На самом деле Важный На самом деле Серьезный И Деньги Стоят Достаточно Серьезные На кону 10 тысяч долларов За первое место Это Вам не Не фантики Какие-то Да От конфет Тем более Для Украины Или России 10 тысяч долларов Это прилично Понимаю Там шведы Со своими Зарплатами В несколько тысяч евро Могут еще Как-то Пренебрежительно Относиться К такому турниру 8-3 Вифорд Уже Выиграли Первую половину Карты Уже Обеспечили себе Хотя бы Минимальное Но преимущество За Вторую сторону МНР МНР принимает МНР минус Старикс Испугал Он второго Игрока Да Так Что творится Вати Минус Сейзет Минус Члениксы Падают Просто все По очереди Остается у нас Зевс С Эдвардом По-моему Сейчас Вати Примет Еще одного Не знаю Получилось Но не получилось У Вати И Сейзет Отваливается От Эдварда И Какой-то Странный Раунд А Контр Терри Свин Все понятно Я понял Время Время Истекло Время Истекло Так Какой-то Засада Тут В коврах Смотрите Какая засада В коврах И сейчас Вати Вати Ну вот опять Вроде Как-то Терри Перестреливает Вати Но тут же Делник Разменивается Тут же Сейзет Еще в спину Заходит И делает Еще один Минус Сейзет Еще один Минус Денис Костин Еще один Минус И Делник Еще один Минус Это 10-3 У меня Даже Знаете Пауза Такая В эмоциях Я так Жду Ну вот Сейчас Нави Потащит Раунд Нет Нави Не тащит Раунд Опять Какая-то О май Гад Была Просто Ситуация Где Рефорд Просто Мгновенно Хлпует Мгновенно Заходит Со спины Мгновенно Идет Инфа Что там Там-то Столько Там-то Столько 10-4 Лол Это была Отдача Пишет Мне В чате Ну да Это была Отдача С деглами И с двумя Калашами Прошу Заметить Поэтому Если вы Так легко Возьмете Отдачу С двумя Калашами И с тремя Деглами Против Нато Свинсера То Я думаю Что Я увижу Увижу Вас На следующем Турнире Каком-нибудь Серьезном Так Ну по-моему Команда Нато Свинсер Взяла За дело Понимают Они Что 11-4 Это Очень Опасно Надо Хотя бы 10-5 Вы скажете Какая разница А разница На самом деле Огромна Ровно В один раунд Так Там Какие-то Перестрелки На центре И тут Делмик 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 Не забирает Нас И Маркелова Тут был Такой Знаете Фейк Уход В люльку Марика И обратно Вернулся На ребра Опять встал И вот сейчас Кебакина Может конечно Обмануть Монор Получает флеш Отворачивается От нее Кебакина Очень вовременно Тайминг Выходит Дает инфу Что это Б-плант Она съедает Флешку Но Далеко стоял Флешка Практически Его не зафлешил Буквально Полсекунды Этого хватило Чтобы пробежать Поставить бомбу Но 3-2 Так Уже 2-2 Так Уже 1-2 Да Ну Делмик Конечно Против Против Эдварда И Зевса Ну Все боги Олимпа Просто должны Помочь Делмику Сейчас Я думаю Что это Практически Невозможно Да 10-5 Первая половина Все равно Вефорт Надо выдать Медаль Просто за Храбрость За отвагу За мужество В общем Все медали Выдать Вефорту 10-5 На инферно Первой половине За деф Да Конечно Вы скажете Сильная сторона Нет Я не скажу Что это сильная сторона Я скажу Что все стороны Здесь одинаковы Ну и сейчас Надо Тащить Вефорт Пистолетку В принципе Золотой ключик Практически У них в кармане Так Как я и говорил Эдвард Это Литовый пацан А меня Кто-то Все время Путал А Членикс Это Есенин Все правильно Я говорил Изначально Меня все запутали И в итоге Я сам запутался И в итоге Я половину игры Говорил так Половину игры Так Ну вот наконец-то Кила Сказал Чтобы сменили Никнеймы Ура Видимо Кто-то Кто-то Настучал Рестарты GL пишет Кила Желает удачи Обеим командам Я последую Наверное Его примеру И тоже скажу Good luck And have fun И пусть Наши зрители Будут довольны Тут интересное Интересный Пистолетный раунд Смотрите От Випфорд Тройная Подсадка Была В ручеек Почему? Потому что Нави очень часто Аркадит Бананы Вот сейчас Там тоже Есть Аркада По мойке У нас сидит Кто-то Не кто-то А Зевс Сидит у нас Прием Б планта Проходит На ура Сеня С Девс Делают Делают фраги И второй темп Второй темп На Б С Девс Еще Минус 2 Да Даня Сейчас в ударе Просто Тащит Свою команду Ну Это дело Капитана Когда ваша команда Проигрывает Вы должны Включить Неимовернейший Просто уровень Игры Деломик Минус 3 В ситуации 1 в 5 Деломик Выдал 3 минуса Да Хорошо 6 раунд Но Минус 3 От Кирилла Блачевцева Я сделаю Ретрай Пожалуй Потому что Там опять Кила висит За террористов Это Правда Миша Ну что 6 в 10 И Деглы Деглы От террористов Russian Деглс Так Эдвард Эдвард Марик Эдвард Марик Ну Похожий Похожий Прием Сейчас был Да Похожий Прием Был от Нави Такой же Как и От Вифорд В первой В половине Но здесь Правда Были Деглы Не было Никаких Калашей И гранат Самое главное Не было У террористов Ну и что 10-7 10-7 Кстати О птичках Вифорд Даже если Проиграют Сейчас То у них Остаются Шансы Какие-то На выход Хотя нет Никаких шансов У них Не остается На выход Им надо Выигрывать У нас Почему Потому что У Вифорд Сейчас 0 очков А у Клайнс И у Шарк Гейминг О3 Здесь уже Глаковый Экраунд Забирают У нас Кибакина То есть Это последний Мунер Да да Мунера тоже Забирают 8-10 Вот первые Девайсы Самые важные Самые важные На данный момент Кто капитан У Вифорд Спрашиваете Вы меня А я вам скажу Что Я не знаю Скорее всего Это Сейзет Ну если судить По опыту игры То самый опытный Наверное Ватти Потом у нас Идут Мунер С Кибакин Потом Сейзет С Делмиком Но Сейзет Бывший капитан Команды УССР Очень неплохо По-моему С этим справлялся Я думаю Что Ну Дефенс На Дейн Ферно У НАТУ С Винцера Конечно Очень Очень Крут Смотрите Что делает Маркелов Маркелов Без Шанса Забирает У нас Делмик Эдвард Забирает Кибакина На винте Мунер Сейчас попытается Что-то с этим Придумать Как-нибудь Разменяться А тут уже Никого нету От Эдварда И след Простыл Смотрим Мунер 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 Никто его не встречает Он думает Что ж такое Где все Да Зепс забирает Сейз Да по-моему Тут Все понятно Становится Потихоньку Твифорд Не под силу Пробить Оборону Железобетонную Оборону На Тус Винцера Смотрите Как МНР Промахивается По Марику Ну должен был Забирать Марика Конечно же Но Не получилось 9-10 10-9 Отдача От террористов Ну 4 фрага За 4 раунда 3 из них У одного Игрока Ни о какой Закупке Речи быть Не может Глоки Видимо Глоки Надежды Какие-то Поставить Бомбу Видимо У террористов Как говорится Тачдаун Раунд Добежать И поставить А дальше А дальше Пусть что будет Но нет Тут даже О постановке Бомбы Пока речи не идет Делмик Дал 1 минус Умер Мунер Вышел Дал Вот Николай Кирпичок Вышел Дал Бомбу Поставит Поставит Или нет Интересно 1 в 3 Кстати 100 Тащить Да тащить Еще минус 1 Еще Минус 1 Мунер Минус 3 На экраунде Зевса 25 ХП Эх Не поймал Тайминг Мунер Сейчас Просто Мог Вытащить Такое Да Ну Я вам скажу так Если бы сейчас Мунер Потащил Раунд То Это Мне кажется Было бы Начало Просто Конца Для На этой карте Но Так 10-10 Бомба стоит Экономика В порядке У тех И у других И все Сначала Все начинается Сначала Но Николай Кирпичев Дал Жар Просто Сейчас Я вот Просто Честно Скажу Хайлайт Бы просто Запилил На такой Момент Да Хорошо Убили Но это Эко Раунд Заметьте Эко Раунд 1 5 1 4 Простите Да МНР Это Конечно Самая Наверное Нераскрывшаяся Звезда Российского КС Хотя Может быть И раскрывшаяся Почему Нераскрывшаяся Все Все буржуи Боятся Просто Этого парня Особенно В онлайне Все знают Как он Умеет Попадать Так Сейз Перестреливает Старикса Вот так вот АВП На АВП Со второй попытки Он там уже Попадал В него Один раз Срабатывает Прием Ковров Сейчас Должен Вати Разменяться Вати Разменялся Но вот Марик Его опять Прикрыл 2 в 3 2 в 3 И что будет Будет делать Команда Нави Мне вот интересен Опять МНР МНР интересная позиция Знают ли о нем Вот в чем вопрос Мунер Мунер Минус Сеня Просто убийца Убийца Нави Ну вот Сейчас не попал Зевса Да К сожалению 11-10 11-10 Посмотрите Посмотрите на статистику Игроков НАТО с Винсона 11 на 1 идет Зевс Маркелов Эдвард 9 на 3 А Старикс И Сеня Вот просто Выключены Из игры Их просто Не существует И посмотрите На статистику Вифорд Мунер Делмик Идут 5 на 6 4 на 6 И остальные Тоже выключены Из игры Очень Очень Такая интересная Ой Делмик съел 2 хаешки Я думаю Что он сейчас Очень расстроен И Зевс Вот они Вместе Клуб Клуб расстроенных Ребят Зевса Забирают Делмик уходит Распрыжкой Да Смог Смог Делмик уйти 4 в 5 Старикс Восстанавливает Статус Кво 4 в 4 4 в 4 И идет И идет Массированная Так А Плента Сейчас под флеш Батти промахивается Флешкой И это же помогает Посмотрите Ну Ну это смешно Батти промахивается Флешкой Попадает В Фонарь На флеше Требра Выбегают на Плента Там Не слепые игроки Нави Так Там Есенин С Старикс По одному Вырезают Просто игроков На Атус Винсеры Один Сидит в больших Песках Второй В коврах Интересная Позиция Ну вот Ватти должен Делать Один Минус Ватти Не получается Делать Ни одного Минуса И Кебакин Один В два До Диффуза 5 секунд Но Не успеет Да Кебакин Дал Один Минус И Тем самым Вытащил Раунд Антошка Колесников Справился 11 11 Счет Выровняли И опять Все сначала Опять Все сначала И У Нави Денег На одну Закупку У Вифорд Закупка Денег Тоже На одну Закупку И поэтому Любая команда Которая Сейчас Проиграет В следующем Раунде Будет Делать Эк-раунд Я хочу Вот Правда Я хочу Чтобы Все-таки Вифорд Потащили Этот Раунд Чтобы Они Потащили Карту Чтобы К третьему Туру К финальному Туру Сунышнего Дня У четырех Команд Было По три Очка Представляете Что будет Будет Просто Страшная Заруба Потому Что Лайонс Против Вифорд Ну Как бы Даже Не знаю Что сказать Представляете Вифорд Выигрывает Уна И выигрывает Лайонс И выходит С первого места Все скажут Там Хэлт Орк Просто Взорвется Так Выход на Б Плант Слепые Все игроки Вифорд Ну Есенин Хорошо Выходит Да Дает Один минус Правда Отваливается Три в три Бомба Стоит Бомба Стоит Все три игрока Идут с хелпы Посмотрим Нави уже сегодня Отбивали бы Плант Так Старик Собирает Кебакина Кебакин Очень неудачной Позиции Сидел Так Минус Еще одного Вати Минус Один Вати Минус Два И Клач Один Водин Эдвард 16 ХП Вати Минус Три Да Борис Литвиков Хватит 12 11 Отдача От Натус Винус Я вам наврал Никакой отдачи Закупка Причем Более-менее Нормальная Целых Три Диффуза Кольты 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 Вот интересно Что у Старикса У Старикса Тоже кольт Марик Только с деглом На последние деньги Закупаются Натус Винус Решают Они Решить Свои проблемы У нас тут Небольшой Какой-то Геймпендинг На минуточку Такой появился Странно Немножко Так Эдварду Предстоит Встреча с Кибакеном Кибакен Вот только Недавно Дрался С Натус Винус В составе С Виртус Про И проиграл На Д-трей По-моему С какой там Счет был 16-1 16-2 В сьют Кибакена Хорошо так прошили 35 хп сняли Кибы тоже Закупки Траблы явные Пластмассовый Галил Почему Пластмассовый Спросите вы Потому что Я на него смотрю Мне кажется Что он из Пластмассы Сделан Такая вот Моделька Такая вот Классная модель Антон Колесников Выпрыгивает Сам Дал флешку Сам вышел Сам убил Одного Правда Но Для атаки Это очень даже Неплохо Перестрелки Ватти и Муннера Так Ватти отвалился Надежда на Муннера Муннер должен тащить Один в три Муннер убивает Два их На третьего Не хватает К сожалению Остается Марик У Марика Есть Диффуз А главное у Марика Есть приписка Членикс Вот такая вот Ерунда 12-12 12-12 Что по пингу Давайте посмотрим 3-5-8-7-5 Команды Верфорд Натусвинсер 16-16 33-33-24 Ну вот явно Зевс и Эдвард Сидят Из Киева Аркелов Сеня Старик Где-то подальше Честно не знаю Где они сейчас сидят Но явно видно Что они сидят Не на базе Не в пятером Фаст раунд С глоками На Б-плант Ну и прием Исключительно Качественный прием От Нави Денег У Ви Форта Не было 13-12 Выходит вперед Напомню Что турнир Проходит в онлайне Все сидят У себя Дома На базах Попивают Горячий чай Сидят на своих Любимых компьютерах Которым они привыкли Но Двум командам Финалистам Придется Собрать вещи Чемоданы Прилететь в Москву Но если вы Из Москвы будете Победители Как раз таки Финалисты То не надо будет Собирать вещи Ну в общем Гранд финал Проект в Москве ПТЦ Химки На лане Будет опасная Опасная заруба Эдвард забирает кибу Ватти Домик МНР Вот так полагалось ЛТВ Отлично Как обычно Я прям Ух Зол Смотрите какая хае От Сени На отца 4 в 2 бомба стоит Ну что Если Сеня с Девсом Потащит этот раунд То То придется отнять Медали Которые получили Вифорд Да За первую половину И отдать их просто Игрокам На Вот интересно мне Нет Не потащит раунд На то свинцеры Мало того Ватти И компания Побежали еще Отбивать Эти два девайса Золосчастных Оставшихся Ну что 13-13 Интрига Сохраняется До последнего раунда До Просто до самого Самого финала У нас Кстати Без 10 Час В Москве И Я вас Очень прошу Никуда не уходите Спать Потому что Последняя игра Нату свинцеры против Лайонс А это Дорогого стоит Я просто люблю Команду Бьерна Перса Он же Фред Капитан Рыженьких Таких львов Так я что-то Отвлекся У нас Просто ключевой Раунд Сегодняшнего вечера Назревает 13-13 Последние деньги У обеих команд Так на ножах Конечно Игра Знаете Не было такого Чтобы Какой-то из команд Были на кармане Да Все время Там наскрипают Наскрипают Все закупка Погнали Смотрите Фамас У Сенечки А Сенечки Принимать Сенечка съедает Флешку Там еще Данил Тисленко В Напарнику У Арсения Треноженко Был Помог Подстраховал Тут какой-то страшный Просто Проход от Маркелова В спину Прошел Не сыграет ли он Злую шутку С ним Старикса Забрали 4 в 3 Но Марик Марик в коврах Ой Марик Сейчас натворит Смотрим за Мариком Марик Марик Ты могуч Смотрите Смотрите Что делать Сейзот Вот Сейзот Мог сейчас Спасти Ватти Если ты не Прыгал с ножом В руках Да Маркелов Очень Очень не повезло Марику С Ситуацией Не поймал Он тайминг Мог там Надавать Столько минусов Халявных Но Дал только Минус ватти А этого Оказалось Недостаточно И 14-13 Вифорд Против Натус Винсера Это Омайгадабл Анбеливабл Как сказал бы Виртус про Бенкью Револьвер Наш Капитан Команды по Старкрафту Второму Он у нас Любитель Прохладных Историй И фразочек Омайгадабл И анбеливабл А я что вам скажу Я скажу вам Что эко-раунд От Натус Винсера И Ой как близки Вифорд Урвать Одно очко Я конечно сейчас Вот просто сожму Кулачки Пальцы скрещу На руках И ногах И просто буду сидеть И надеяться Даже мышку Нет шучу Конечно Мышку Придется Придется трогать Сеня Отваливаться От Мунера Б-план чистый Нет Там был Зевс Наврал Сторикс ворвался Просто сунул Дуло в рот МНР Застрелил его Ну Эдвард Один в четыре Сьюспом Иван Сухарев Тащи Нет Не потащил Он тоже как колесников Справился Пятнадцать Тринадцать Пятнадцать Тринадцать Вифорд Как минимум Ничья Это команда Которая проиграла С учетом Двадцать Три семь Команде Лайонс Команда Лайонс Которая Отлетела Шестнадцать Десять От Шаргейм Как там Все смешалось В доме Обломовых Да Было В той Одноименной Книжке Вот Я не понимаю Что творится В группе А Но группа А сегодня Преподносит нам Жесткие Жесткие Сюрпризы То ли еще Будет Просто Ну мне кажется Нави Поплатились Просто за Члениксов За своих За то что Я мучился Сидел Полторы карты Их просто Наказали Кибакин Кибакин Выпрыгивает С ковров Забирает Слепого Эдварда К сожалению Не справляется Не попадает Просто Ой Какой Маркелов Сеню Раздали Вати Минус Два Вати Один В два С бомбой Так Ну ему бы На Б план Конечно По хорошему Уйти Вати Как он Забирает Сеню Как Сеня Не попадает Против Зевса 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 Не слышишь Зевса Зевса Слышит Вати Слышит Зевса Но К сожалению 16 хп С этим Ничего Не поделать 14 15 Последний Раунд Ну что Вефорт Вефорт Пан Или Вефорт Пропал На чем вопрос Кстати Я вам хочу сказать Унавис С деньгами Очень все туго Один Человек В живых Остался Выигран Раунд Но Один Человек В живых До этого Раунд Был Проигран Тут Максимум Да Вот Три Диффуза Три Кольта Два Фамаса Сейчас Мы увидим Хотя Вот Все Вопрос В том Сколько Был денег У Зевса Здесь Смог Дроп Кольта Да Смог Эдвард Дропнуть Кольт Зевс Дропнуть Кольт И в итоге Только Старикс У нас Фамас Причем Это Плент А 15-14 Валидолище На Тусвинцев Не боятся Идут Просто Поджимают Банан Ну Все Инфа Есть Яма Чистая Банан Чистый Тап Лент Скорее Всего Да Сеню Перетягивают На А И Я На месте Вифорт Б Вот Да Пошел Вот На Этого Парня Да Это Данила Цисленко Да Это Просто Самурай Контерстрайка Который Может зарезать Как В лучших Традициях Да Японского Кинематографа Один на Тысячу Посмотрим Посмотрим Что будет Да Все Отлично Девс Минус Два И по-моему Это Так Кибакин Минус Два В четыре Ну Все Сеня Одного Одного Убил И сейчас Второго Вати Вати Да Все 15-15 GG Ну Это Действительно GG Это Просто Вот Гигантские Буквы Знаете С дом Размером Две Г Г Да Вифорд Скорее всего Пролетают Конечно С Плей-оффом Второе место Им занять Не суждено Скорее всего Одно Очко Вифорд По Три Очка У Шаргейминг И Лайонс То есть Вифорд Должны Тащить У Вифорд Должны Тащить У Шаргейминг Тогда у них Стоит Четыре Очка А Натус Винсер Должны Тащить У Лайонс Вот оно Что Кстати Вифорд Могут Выйти Со второго Места Если Выиграют У Шаргейминг Так что Я Поспешил Ну что У нас Небольшой Перерывчик Следующая Игра У нас Надус Винсеры Против Против Лайонс Сейчас я вам Сменю Подпись Напишу Лайонс И это Наверное Будет Где-то 0 1 0 0 Опять У меня Отключился Белый Цвет Надписи Да Что Ж Так Вот Все Черненький Черненький Звук